Слышно, видно, нормально? Нет. Не слышно? Да? Чуть громче. Слышно? Нет. Не слышно. Слышно, стараюсь. Раз, 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 раз. Громче? Может, так чуть-чуть громче? По-моему, очень быстро. Но вы же выходите, нет уже шпидбэка, как-то монитору, как не привезли. Да. Нормально? И плохо. Хорошо. Давай, тут четыре слова. Секурите, 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 секурите. Вроде бы нормально. Окей, окей, окей. Можно? Настя, ну, мы подумали, что Настя не нуждается в представлении, да? Нет, не ставим. Кто не знает Настю? Нормально. О, супер. Один человек. Вот. Три, но два пошутили. Один, наверное, тоже. Вот. Настя Кодак, инженер Коза Клабс, признанный секьюрити-эксперт. Настя выступ... признанный, международный, признанный секьюрити-эксперт. Вот. Так, Настя нам расскажет что-то интересное с WBC. Вот. Аплодисменты. Название моего доклада звучало как S stands for security in WBC. Ну, вы поняли шутку, да? За шутку в шутке. С stands for security in WBC, пока. Но, на самом деле, во время WBC было довольно много секьюрити-прайвеси, как в новых анонсах. Кто осмотрел Keynote? Окей. Кто обращал внимание на секьюрити-штуки в Keynote? Окей. Кто читал мою статью после Keynote? Отлично. Целевая аудитория найдена. Так, пара человек, мы скучно, потому что ничего особо нового вы здесь не услышите. Мы кратко рассмотрим на полчаса, ну, 25 минут, где-то так. Мы кратко пройдемся под тем анонсом, который были на Keynote, и по каким-то инсайтам, которые у меня есть. Значит, меня зовут Настя. Я сейчас работаю как продакт-инженер в компании CosaClabs. В CosaClabs мы занимаемся криптографией за счетой данных. Да, соответственно, я продакт-инженер в Сигерусе Минтографе. И я очень долго писала под мобилы. Я начинала... Где Паша? Паша, они ниже твои глаза. Я тут. Митр. Дальше мы с Пашей начинали, я не помню, когда это было, iOS 3. Очень давно. И потом в какой-то момент я из full-time iOS developer перешла платформы на другие стэки. А потом, помню, тогда вышла в security. И теперь те критератические продукты, те security продукты, которые у нас есть, они работают на 12 платформах. Да, то есть iOS Pocos, это 2 из 12. И как продакт-инженер я отвечаю за 4 продукта и за 12 платформах. Это кратко. Компания у нас прекрасная, компания у нас проектовая. Мы глянда в security софта. Радость будет создаем фонд, который другие компании покупают себе для того, чтобы обеспечить защиту их данных. Соответственно, iOS Pocos, это одни из платформ, которые приходится, к сожалению, поддерживать. Или, к счастью, зависит. Но сейчас не о том. Сейчас давайте вернемся к HBC. На самом деле, было дофигища анонсов по поводу security, по поводу приватности. Вот на этом слайде какие-то из них. Нифига не видно. Они специально, как, знаете, мелким шрифтом, потому что не про все из них еще можно прочитать. И, как часто бывает на кинодах, была такая игра, что ты что-то услышал, записал, а потом пытаешься найти, где дока, а нет. Начнем мы с приватности. Приватность, очевидно, да. Это то, как это заботится от данных пользователей и защищает пользователей от самих себя. Как Apple говорит, 40% приложений в последнее время было reject'нуто из-за проблем с minor bugs, а после этого followed by privacy concerns. Это его официальная цифра на их сайте. По факту, если посмотреть, там есть детальное описание причин reject'а приложений. Privacy concerns, если честно, там далеко не 40%. То есть это как-то цифра немного мисследием. И там под privacy concerns в основном понималось то, что вы забыли запостить уру на свою политику. Но цифра клёпая, можно как бы пиариться и лёго рассказывать. У меня была статистика до этого, у меня была статистика прошлого года, где процентов 8-10 приложений реджекалось именно из-за данных. Из-за того, что они неправильно обращаются с пользовательскими данными, либо из-за того, что они не соблюдают то, что Apple требует соблюдать именно как политики обращения с данных. Но сейчас эту статистику я бы убрала, поэтому вот 40% у меня есть. Из-за того, что из апдейта в privacy policy, наверное, вы обратили внимание, новый, ну, ченж-лог, да, Apple Review Guidelines, и один из пунктов, ченж-лога, ну, ченж-лога, это, в смысле, новая Blackboard Review Guidelines, и один из пунктов, который поменялся, что приложения, которые созданы для детей, обязаны не использовать никаких серп-пати, ну, серп-пати библиотек для сбора данных по рекламе и по адвертайзеру. Потом, следовательно, типа, это кому интересно, кто делает приложение для детей? То, что нас всех касается, что приложение, это гениально, приложение, которое собирает информацию из любых источников, не прямо от пользователя или без разрешения пользователя, даже если эти источники публичные. Теперь запрещены в аксторе. Как это правило трактовать? Что такое публичные источники? Какую конкретную информацию имеется в виду? Увидим. Что, вот, лично, по моему мнению, да, здесь, так, opinionated, я не аккл-инженер, я не знаю, что они меня ведут, но, лично, по моему мнению, это, например, приложение, которое позволяет вам увидеть, как вы записаны в контактах других людей. Знаете, вот эти благородные приложения, которые тащат книгу в контактах, и вы там записали кого-то Настя, а этого же контакта кто-то записал Настенька, а кто-то записал, эй, рыжая. Да, и вот, если вы, как пользователь, берите эти данные, даже если это публичный источник, но вы не разрешали проверять наш номер в этой базе данных, то, по идее, это приложение будет не доступна вам в столе. По идее, Apple will not be rejected. Как это реально будет происходить, как это и как реально будет проверять ручную гомбская команда, я не берусь судить. Какой уровень паранойи относится ли это, например, к Gravatar? Знаете, как работает Gravatar? Да, нужен ваш e-mail, и можно вытащить вашу аватарку. Публичная база данных? Публичная. Что теперь переспрашивать, можно ли пойти на Gravatar и вытащить вашу аватарку? Поживем, увидим. Дальше. Apple усложняет свои Data Security, Data Privacy Policy и движется очень сильно в сторону GPL. Кайна Фэннис. То есть теперь вы в своем приложении еще с прошлого апдейта должны минимальное количество данных собирать, объяснять пользователям, зачем вам эти данные, не хранить им больше, чем надо, и защищать то, что вы уже храните. Ну и Apple продолжает, по сути, эту же идею, что если вы собираете данные, пожалуйста, не храните. Короче, не собирайте, не храните, анонимизируйте, иначе вам придут и постучат. Apple пока не говорит, как постучат, кроме того, что эти приложения запрещены в Story. Google говорит, у Google вышла очень похожая тема, и Google ученых говорит, что в их мире, если вы используете данные гугловских пользователей и храните у себя на серверах, Google обязует вас, как компанию, пройти Security Assessment за ваши деньги, тратя от, как Google предполагает пока еще, от 15 до 75 тысяч баксов ваших денег, но вы платите их не Google, а компании, которая будет проводить Security Assessment. Да, то есть Google очень четко эту планочку поставил, и вы обязаны это сделать в течение 2 года, иначе они вас отключат от своего API. Apple пока такой планочки не оставил. Apple пока только говорит, ну, типа, не пропустим приложение. Новые privacy policy вступают в силу для новых приложений с момента сабмита, то есть вы сейчас сабмитите приложение, вы понедельник сабмитите App, он уже должен новый, он уже должен подлежать этим правилам. Если ваше приложение существующее, то у вас есть время до 3 сентября пересмотреть в шоках и повыкидывать SDK для сбора данных, если у вас предложение для детей. Поехали дальше, вот что, слышали этот анонс, да, про новое 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 приложение, которое, дескать, рассказывает вам уровень шума и если очень громко, то говорит очень громко, вали оттуда. И Apple, естественно, говорит, что мы ничего не пишем, ничего не анализируем. У меня тут двойственное ощущение, с одной стороны, я очень рада, что Apple постоянно это говорит, а с другой стороны, как это, есть у меня такая вот чуйка, что придет немного времени и появятся, вам родители все ручки, появятся люди, которые скажут, а вы знаете, на самом деле, собирает, да, давно я собирает, на самом деле идет анализирует, но, на самом деле, опять маложарный, опять там пара в открытом жизни, но, как обычно бывает. Дальше интереснее, можно писать independent, независимое приложение на часы. Слышали? Что это значит security с точки зрения? У нас уже есть независимое приложение, типа iOS, да, и там у нас, например, есть ATS, Apple Transport Security. А на часах? А они могут отправлять в интернет? А они могут качать между ДП данными? А на них можно панить биткоины? Вопрос как бы открыть. Зато Apple выложила в WatchKit обновления, что вы можете на часах сделать sign up или sign in пользователя. Это ж теперь независимое приложение, чтобы им выложить sign up. Короче, здесь я тоже предвкушаю огромное количество интересных багов. Хоумкит. Кто-то пользовался Хоумкитом? Да? Да? Я тоже понимаю, что это не очень актуальное изменение для нас. Ну, в общем, вдруг кто-то пользовался Хоумкитом. Вот, как я вам сказала, что теперь девайсы, подключенные к Хоумкиту, могут собирать, ну, могут, если это видео-девайсы, если это камеры, могут хранить данные с камеры в iCloud, супер-мупер зашифровано, проливали, сколько дней, и даже не тратя вашу день без iCloud. Насколько это реально, ну, сколько это будет работать в Украине, ну, также они показали замечательную, просто, прям великолепную, великолепную демонстрацию. Хоумкит, ээээ, про firmware, про прошивку для роутера, да? Теперь некоторые роутеры смогут поддерживать разные Хоумкит-вичи. И вот этот красненький роутер, он, типа, очень небезопасный. Применяем его на зелененький роутер. Внутрь мне домашняя сесть становится супер-безопасной, потому что новая плоская прошивка, новая firmware, позволяет этому роутеру работать и как VPN, и как 5O. Опять-таки, когда это докатится до нас, я никогда не видела Хоумкит-вичи в живую, ну, надеюсь, как-то это будет работать. Едем дальше. Sign in with Apple. Крутая штука. Идея хорошая, она вера в ней, да? В чем, что нам говорит Apple? Что сейчас, когда у вас приложение есть sign in with Google, sign in with Facebook, вы, как бы, за простой sign in, за возможность нажать одну кнопку, платите своими данными. Да, потому что и Google, и Facebook может узнать, что вот вы, конкретно вы, с этим вот этим аккаунтом через это приложение сделали sign in, что вы потом приложение делали, а если у него есть геолокация, ну, то есть. Вы платите огромное количество данных. И Apple, как на белом коне, въезжает сюда и говорит, да, Коля, теперь у вас есть sign in with Apple. И, естественно, мы же, Apple, мы же не будем продавать ваши данные. Я не Apple инженер. Я могу испытывать сомнения по этому поводу. Что говорит Apple? Что с кнопкой sign in with Apple они не подвязывают к вашему аккаунту никаких данных, не дают возможности Facebook использовать ваши данные для продажи рекламодателям. Более того, они делают такую суперфичу, что вы под каждое приложение можете сгенерировать временный email. И, естественно, Apple этим будет заниматься и Apple уже будет настраивать и разделять эти между вашими временными email'ами каждое уникальное приложение и вашим основным email'ом. То есть, Apple знает, в каких приложениях вы зарегистрировались, с какими временными email'ами и кто конкретно, да, то есть это линк к основным вашим email'ам есть. Но Apple обещает, что в любой момент, если вдруг вам удалил спам этот веб-приложение, вы можете запретить. Вы можете этот email просто дрохнуть, потому что он как бы виртуальный, это не настоящий, там, SMTP-бокс. Можете его дрохнуть и перестать получать. Опять-таки, как это будет работать? Ну, пока здесь еще есть одно изменение в review на излайнах, о том, что приложения, у которых реализован вход через соцсетки, клевая фраза, will be required as an option. С перевода с американского юридического, наверное, это же не значит required. Короче, приложения, в которых есть кнопка sign in with Google, sign in with Apple, нужно будет обязательно поставить кнопку sign in with Google, sign in with Apple, sign in with Apple. Вы поняли? Окей. И, естественно, это все нужно сделать либо сейчас, либо вот, там, с сентября. Sign in with Apple обещают в бете later this year. Когда-нибудь. Кому бы уже провезло потрогать, и вот Марина написала, что user ID, которым привязывается этот sign in, одинаковые во всех приложениях этого разработчика. То есть, если вы, компания, которая крепает 50 одинаковых хапов, перекрашивая их в разные цвета, и в каждом из этих хапов вы сделали sign in with Apple, вы знаете, вы можете трекать своих пользователей. В чем право всей этой фичи? Ну, наверное, вам, как компании, станет немного проще трекать своих пользователей уже не через Facebook и SDK, а через Apple. Но, в любом случае, как-то идея хорошая, и как-то оно будет реализовано через Safari тоже. Един дальше. Макрос. В Макросе у нас куча всего нового. Ну, наверное, Юля, вот Юля поможет лучше. Была на очень клевая конференция в Objective by DC, где создалось разные аспекты вопроса security, и, наверное, нам может сказать немного больше про уязвимости. Мы сейчас поговорим, что Apple, про улучшение там. Одно из улучшений, про которые говорит Apple, что вы можете сходить со сборой single-sign on. Если у вас есть интерпрайз-приложение, в котором нужно делать single-sign on, обычно это боль, угар, садомия, теперь у вас появилась супер-клевая пика, опять-таки через Apple. Легко просто один вызов и, по идее, мы в домике. Дальше. Крутая штука. Можно будет подтверждать аутентификацию, можно будет делать аутентификацию через часы. Вы понимаете, как это работает, да? То есть вам нужно прийти аутентификацию. Если вы на телефоне, то может быть тачить виды по себе. Если вы на вашем маке и ваш мак новый, это может быть тачить виды. Либо теперь появилась сборность часы. То есть ваш мак, вы, например, в приложении просите пользовательский паром, и пользователь вместо того, чтобы вводить паром, на часах тыкает да, я согласен. Для того, чтобы это сделать, в вот этом вот, в Local Authentication появилось новое поле «бла-бла-бла» «Device software authentication with biometrics full watch». Используется оно точно так же, как и раньше. Все эти биометрические штуки вы проверяете, если в девайсе способствовать, там, к Touch ID, если у пользователя часы. Скорее всего, это будет работать так, как сейчас работает логика с часами. То есть вам нужно носить часы на руке, пользователю нужно носить часы на руке, часы должны быть разблокированы, и он должен быть далеко от MacBook. Я подразумеваю, но я не пробовала, я не поставила сюда так же. Интересно, с TLS сертификатами. Мой любимый вопрос. У кого есть поддержка TLS V3? 1-3. Хорошо, у кого есть поддержка TLS V2? Все. Окей, кто не знает, что такое TLS V2? Окей, прошу. В чем здесь история? В том, что недавно, год назад уже, наверное, вышел TLS V3, который все супер активно поддерживают, без рук. И Эклон на Макосе говорит, что они усиливают политики безопасности по поводу TLS сертификатов. Пока еще позволяют и TLS 1.1, и TLS 1.2, и TLS 1.3. Я чувствую, что скоро TLS 1.1 запретят. Уже запретили использовать. Короче, это все про слабые настройки TLS сертификаторов. Про короткие ключи, про плохие шифры, про то, что можно было использовать, все еще можно было использовать подписанный сертификат Ш1. И самое интересное, что теперь максимальный срок жизни сертификатов, который будет позволять Apple, это 2,5 года. 285 дней, это 2,5 года. Это не 3 года. Поэтому, если вы используете какой-то сертификет authority, который вам выдал сертификат на 10 лет, iOS и macOS перестанет его принимать. Вы будете получать вот эту вот странную ошибку при соединении типа «Сорян, не получилось, с номером ошибки что-то минус 64, чем-то так». И это с бетки 13 и с новой macOS. То есть ваше приложение может работать потрясающе на текущей версии iOS, а на новый iOS внезапно не проходит ни один запрос. Да, если что, это может быть причиной. Let's Encrypt по идее решит часть проблем. Окей? Как только встали, я вообще загничиваю. Еще. Кто занимается macOS-разработкой? Филип, поднимай руку. Окей, да где кто занимается macOS-разработкой, там тоже свои новые фишечки. Появилась новая штука Antipoint Security Framework. Если вы вдруг пишете, это сложно, если вы вдруг пишете приложение на macOS, уже от северной части, в которых есть приложение, есть security функции, то тогда для вас Antipoint Security Framework может быть полезным, потому что он позволяет смотреть что-то типа процессов в системе, что-то причем на соединение. Ну то есть если вы пишете свой собственный антивирус, то в общем. Кроме того, для обычных, для людей, которые не пишут антивирус, но пишут приложение под mac, у вас появилась возможность типа Adneturization, это macOS будет еще суровее проверять, откуда это приложение, и кем оно процессилось. Соответственно, люди, которые ищут уязвимости, будут еще суровее, еще сложнее, им будет пытаться пройти gatekeeper. и на macOS появились новые permission. Теперь, если вы помните, если вы найдете, вот, когда-то Феликс Краузе писал о том, что любое macOS приложение может делать скриншоты вашего экрана, без того, чтобы вы об этом знали. он написал в 2017 году, и вот прошло 2 года, новая macOS не позволяет приложениям делать скриншоты экрана просто так. Да, теперь это permission. Окей, вернулись назад. Кроме этого, в мире macOS, если вы думаете, что macOS это самая крупная система, и разработчики на macOS прямо в шоколаде, то не тебя. Есть такой парень, Патрик Варт, с которым уже попала Юля. Да? Да. И он регулярно пишет о том, какие уязвимости, какие сложности было через мою macOS. И даже появилась шутка, что три слова, чтобы разрушить деяние пол-инженера. Патрик Варт дисклозер. Ну, то есть, Патрик Варт опубликовал очередной, очередной пост про очередной вирус. Но на самом деле, очень много чего опубликует, и если вам интересно вопрос секьюрити, следите за ним, и следите за его конференцией в Dec2BnC. Так. Посмотрим, если мы его используем в этой перспективе. Сейчас мы зайдем к криптографии. Я вижу, вы уже хотите криптографию сейчас. Еще пару слайдеров будет криптография. Как нам еще Apple затягивает гайки с точки зрения приватности. Опять-таки, Грэк Скроузер, 2017 год, опубликовал какую-то статью о том, что любое приложение, которое один раз запросило доступ к блютузу, может постоянно блютуз метки собирать, постоянно трекать блютуз, и трекать геолокацию, и опять-таки, делать фоточки. То есть, вы один раз приложение разрешили, и оно в любой момент может сделать вашу фоточку. Даже не открывая экран камеры. И Apple начинает 17 год. Apple начинает потихонечку это тоже закрывать. Например, в новой iOS приложение будет показывать, когда они наступают к блютузу, чтобы пользователь могла сказать да или нет. И это уже первая скриншота с iOS бетки. Оказывается, Facebook постоянно просит ваш блютуз, постоянно запрашивает блютуз, постоянно использует геолокацию. И теперь, на каждом старте Facebook, он будет говорить это, дай мне блютуз. Нет. И сюда же относится изменение в геолокации, что теперь, ну вы знаете, в геолокации можно запросить геолокацию never, while in app и every time. то теперь по умолчанию будет once. То есть теперь приложение, которое запрашивает геолокацию и вы его как пользователь разрешили. Оно сможет взять геолокацию только на время сессии приложения. А после этого нужно будет запросить геолокацию опять. Для пользователей клево, потому что приложение наконец-то перестанет следить за нами в бэкграунде. Для девелоперов это опять нужно учитывать в кейсах и опять нужно помнить, что если пользователь один раз разрешил, то скорее всего нужно проверить состояние скорее всего он уже мог запретить или уже ваш wants мог пройти. так. Знаете это о чем? Минька. Опять с точки зрения юзера, с точки зрения приватности. Если вы, как говорят в штатах, мисплейт мисплейт манбук ну короче потеряли то приложение find my device оно стало просто find my и ваш манбук теперь будет опять-таки сигнализировать зелененьким айфончиком о том, где он. работает это все довольно необычно. То есть как в общих хитах где-то лежит ваш манбук даже если он не подключен к питанию даже если не подключен к вайфаю он постоянно отправляет небольшие бутуз-метки очень особенные бутуз-метки и все капловские девайсы вокруг эти бутуз-метки принимают и они когда они уже подключены к интернету подключены к сети отправляют что вот они нашли какую-то метку с каким-то идентификатором что соответственно вам как человеку который потерял свой девайс позволяет получить уведомление чтобы девайсы в такой доброй области услышали метки от твоего несчастного потерянного естественно сделать такую систему как это здесь есть маленький если твой девайс постоянно отправляет метки где он то наверное не только ты как хозяин девайса что-то еще поэтому плата довольно сложное сочетление криптографии схемы грубо говоря каждая метка содержит уникальный айдишник уникальный публичный ключ и где-то есть регистр всех публичных ключей конкретно вашего устройства как оно работает написано в этой статье это статья от эпохских инженеров вернее пересказ то что говорят эпохские инженеры критика этой статьи и критика самого подхода с использованием Лесси помните была такая собачка Лесси которая искала так вот критика этого подхода и критика криптографии с использованием Лесси описано в другой статье начиная самое интересное начиная самое интересное ready steady что самое которое появилось на этом допустим если qi нет криптокит yes криптокит это новый фреймборк только для свиста только начиная с ios 13 с самоко с 10 15 который содержит в себе очень новые современные шифры грубо говоря состоит из 4 больших блоков это H-функции только стильные модные молодежные это асиметричная криптография для защиты данных для шифрования данных покоя стильного модно молодежно поддерживает IEI GSM и CHAPCHO 20 это асиметричная криптография с элитическими кривыми опять-таки новые шифры крутые кривые не сертифицированные кривые и наконец-то самый неоднозначный модуль называется insecure модуль который своим названием подсказывает что наверное не стоит его использовать но он ставим для backwards compatibility там содержится очень старые хэш-функции такие как md5 и шаги которые вы в принципе стараетесь избегать использовать даже для хэшей данных потому что кризис но так как md5 используется с 90-х то в общем не могли видимо Apple их убрать хотя по конвенции назвали insecure и сейчас таких штук будет появляться довольно много запомните это запомните это если что назван insecure то это не надо использовать это для backward compatibility ok ну что идея крипто комьюнити в том что мы не можем просто вычеркнуть старые шифры потому что они не используются но мы можем нежно намекнуть что их не стоит использовать если вы провожаете разработку криптокит крут тему что он развивает идею то что говорил еще в 2015 году всего 24 года это такая идея что современная криптография должно быть скучно использовать это просто вызвать функцию работает тебе не нужно париться ключами длиной ключей нонсенс инвентационным вектором и так далее boring crypto as boring as possible и криптокит типа пытается вот в этом направлении двигаться это очень круто всего штатентами на 4 года но это неплохо так я уже сказала это опять шаги шутка-минутка а jmp omosan датклип omosan криптограф создателей шифров blake 2 тип hash он еще в 2015 году когда вышел common crypto помните common crypto стал open source так вот когда стал open source в 2015 году jmp пошутил типа ребятушки 2015 год а у нас common crypto до сих пор md2 md4 в общем очень очень старые шифры чем криптокит кроме тем что вот это вот это количество кода это как мы шифровали данные с использованием omosan crypto на существе 1,2,3 но это кстати очень простой но тут еще ошибки не появятся это просто и вот эта одна строка это как мы шифруем данные с использованием крипто мы волим крипто мы просто вызвали функцию шифровать точно так же секрет клейв знаете доступ к секрету клейв опять таки сишный код и довольно геморно и сиш да теперь доступ к секрету клейв супер простой мы спрашиваем секрету клейв доступен да супер давайте на подпишем подпишем сделаем подпись все одна строка и вы выполнили свою криптофункцию криптокит это сравнение двух библиотек почему я говорю что криптокит клевый на логиках опаздывает потому что еще 5 лет назад в мире существовало довольно много крипто библиотек таких как липсодиум или тэмису которые чей API очень сильно похож на идеи нового уникального криптокита в смысле я рада что вы вдохновили криптокит что тэмису поддерживает ну и липсодиум действительно в смысле липсодиум тоже вдохновил криптокит я очень рада что всего прошло 5 лет но чем криптокит клевый он основан на сишной библиотеке благодаря тому что интерфейс и в том внутри библиотека сишная которая фибс компань да то есть это та библиотека которая проходит сертификации стильного модного молодежного NSA и слушной классов но криптокит улучшен оптимизирован для армов я делаю бенчмарки на матросе где у меня интел криптокит на армах намного быстрее то есть Apple прямо вот под себя оптимизировали офигительный прибор и учитывая слухи что новые макбиты будут на армах дальше криптокит у него высокого уровня ACI у него новые крутые современные шиперы E1LM как я уже не раз рассказывала в мире фотографии есть большая пропасть между инженерами и криптовой и сложность системы растет есть крипто библиотеки крипто библиотеки это просто это софт который рисует одну или несколько штук получат зашифровать с помощью такого-то шифра использовать крипто библиотеки намного проще чем писать самому но нужно понимать что делать дальше крипто системы объединяет несколько функций это протокол и наконец-то закрытые уже закрытые протокол чем высоко уровни тем проще использовать но тем лучше и без кейс понял крипто кит это все еще крипто библиотека несмотря на то что API стильные моды молодежные несмотря на то что они на уровень круче чем крипто это все еще крипто библиотека и для того чтобы сделать более-менее если у вас в приложении нужны разные типы функций для того чтобы построить свое крипто библиотеки вам нужно будет понимать что вы делаете как вы называете эти функции вам нужно будет правильно как бы заботиться о кичах генерить там правильные руки и правильно их хранить окей крипто кит клевый если ваше приложение на iOS потрясающе только вам стоит выпрыгнуть из подновской экосистемы и как только вы хотите что-то более высоко уровневое вот для этого все в классе падает потому что андроид 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 и как шутит опять-таки JQ уже в 2019 году что несмотря на то какой криптотит потрясающий самых модных криптофункций например Blade 2 который естественно создал JQ поэтому мы здесь об этом шутят в криптофите нет и Apple пока не планирует туда добавлять прямо cutting page technologies нахожусь если вам очень интересно какие еще были это был сжатый пересказ за 33 минуты это был сжатый пересказ 2 с половиной часов кино и 1, 2, 3, и 7 сессий пасекури за дописи очевидно что в жатом пересказе чего-то не было поэтому если вам интересно что там еще под капотом вот эти сессии они уже выложили и видео и выложили слайды не надо смотреть 40 минут можно простроить слайды очень рекомендую все на этом на этом я хочу закончить если что я из твиттера вот здесь вот если вам интересно почитать РайтАут да, это вот статья которая вышла после Добра Дьюси моя она вот там на Витхабе кучу всего и спасибо вам есть ли у вас есть вопросы? можно посетить вопросы? да сейчас одну секунду у нас есть время на один вопрос кто хочет? ну ладно да как раз это пока даже будет не вопрос это немножко инсайдов по поводу ограничений с датой которые Apple делает они начали банить аппки которые категории которые используют серпати дату еще месяц назад еще до ВИДСи без объяснения почему они это делают и начали объяснять только вот когда ВИДСи вышла когда вышла новая полисе более того в КИТС категории это касается всех апок и даже апдейтов пока непонятно всех но типа наши попадают именно КИТС категории и они их не пропускают даже если это апдейт еще это важно это касается не только серпатис например если вы используете Юнити в Юнити есть плагины именно Юнити которые отсылают даже не пользовательские данные просто есть какие-то приколы как работает их даже это банят и говорят выпиливать даже это а это сложно выделить потому что не отсылать статистику в Юнити ну то есть это еще нужно заморачиваться вот в таком случае короче без работы мы не останемся да еще из инсайтов я что-то забыла сказать если у вас есть какие-то вопросы про как это про Apple Security Engineering вы можете написать мне или спросить мне у меня потому что на следующей неделе буду в офисе почитать у меня все-таки там скорее всего будет NDA но я постараюсь выведать что-нибудь такое чтобы потом вернуться сказать спасибо 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 Настя друзья не расходимся у нас буквально одна минутка следующий доклад и потом долгий период право докладский спасибо 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 спасибо